Театр Глобус ИТЮЗ просто нуждался в здании специальном, театральном, для того, чтобы развиваться полноценно и творчески. А вот откуда появилась вообще идея такой, ну, нестандартной, согласитесь, с архитектурной точки зрения, формы издания театра? Ну, вы знаете, это проект директора театра того времени и главного режиссера. Безусловно, архитектор тоже присутствовал в этой компании, но это была их идея. Нина Ивановна Никулькова, которая, кстати говоря, в декабре исполнилась бы 90 лет. И Владимир Валентинович Кузьмин, режиссер, который долгое время работал в театре. И считается, что золотой век театра связан именно с этим именем Кузьмина. И вот они вдвоем, образуя такой творческий тандем, они разработали и придумали вот такое здание, которое удовлетворяло бы творческие поиски и как-то с концепцией поиска, такого плытия вольного по волнам свободным. Вот они воплотили это в жизнь вот таким образом. То есть это вот просто абсолютно театральный продукт. Получилось действительно так, что говорят до сих пор об таком необычном здании. А скажите, а сколько лет вообще строилось? И какой, если вы знаете, возможно, открылось новое здание театра, премьерой какой-то театральной? Ну, поскольку это все-таки ТЮЗ, и строился этот наш корабль для того, чтобы вместить как можно больше детей, то есть спектакль был «Конек и Рыбунок». То есть это был детский спектакль, которым открылся. Очень долго, надо сказать, пробивалась эта идея постройки, потому что не все так просто было, и сам проект долго рождался. И в 70-м году был начат нулевой цикл, хотя в 65-м первый кирпич заложили, как говорит история. То есть вот от первого кирпича до начала стройки прошло 5 лет целых. И строился он сколько? В 84-м году въехали. То есть, если брать отчет с первого кирпича, то получается 19 лет, если не ошибаюсь, строился, да? Да. Ну, вот такая вот затяжная стройка в итоге привела к большим свершениям, если можно так выразиться. А скажите, вот с того времени, если можно так выразиться, с первого кирпича сильно ли изменилось здание? Нет, вы знаете, оно очень хорошо сохраняется и соблюдается внутри в порядке, поэтому никаких изменений таких существенных нет. Конечно, был немножко преобразован зал. Конечно, появилась внутри малая сцена, той, которой не было с самого начала предусмотрено. Но с внешней стороны вот этот парусник, он в том самом виде, в котором он был задуман изначально. А что-нибудь достраивать, если не внешне, а то хотя бы внутренне что-то собираетесь в будущем? Ну, вот сейчас достаточно гармонично все, как нам кажется. И единственное, что можно усовершенствовать, наверное, это внутри, может быть, такие далеко идущие планы, может быть, как-то будут преобразованы в фойе. Но это скорее из области мечты и таких дальних-дальних перспектив. А вот скажите еще, возможно, вы были в других городах и видели другие театры. Есть ли какие-нибудь, если так можно сказать, аналоги нашего молодежного театра, здания, какие-нибудь похожие хотя бы с точки зрения, опять же-таки, архитектуры? Вы знаете, поскольку проект был, как мы уже сказали, абсолютно творческим, то есть это продукт чаяния и надежды, фантазий двух умов, и аналогов нет, это абсолютно точно. Возможно, есть какие-то другие оригинальные здания, но вот те здания, которые мне приходилось видеть за свою театральную жизнь, скажем так, они достаточно типичные. А здесь все-таки вот такой детский театр, который можно считать уникальным в стране. Который развитие не только снаружи, но и внутри, соответственно. Да, будем надеяться. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли на интервью. Я напомню, что сегодня утром у нас в гостях была руководитель службы креативных направлений развития театра «Глобус» Инна Кремер. Программа «Вместе» продолжается.